Перед началом в виде ревкод указанный на экране, чтобы заработать денег. Всем привет! В Маду 2 есть большой выбор домов, но многие игроки не могут определиться какой из них выбрать, поэтому сегодня я вкратце расскажу про каждый дом, поехали! Начнем с самого дешевого дома, он стоит 50 тысяч. И за эти деньги мы получаем очень маленький и тесный дом. Единственная польза от него это броня, которая спавнится на кухне. Но еще его можно использовать как ловушку на РП серверах. Оценка 3 из 10. Дальше у нас идет вот такой дом за 5 миллионов монет. Вполне хороший дом за свои деньги, но поскольку у него полностью открытый гараж, ваш автомобиль могут тайно заминировать или даже взорвать. Задний двор довольно большой. Оценка 6 из 10. Дальше у нас идет дом за 10 миллионов монет. Этот дом безусловно стоит своих денег, потому что в нем есть большой гараж, потому что в нем спавнится много, про ней 225 единиц он двухэтажный, а также первый этаж окон у него бронированный. Отдельный обзор на него у меня уже есть на канале. Задний двор довольно просторный и там есть чем заняться. Итоговая оценка 7 из 10. Дальше у нас идет дом за 20 миллионов монет, и я смело могу сказать, что это самый лучший дом в игре. В один его гараж только помещается 6 машин, это самый большой гараж. В игре также дом выполнен в современном стиле, в нем два этажа. Опять же первый этаж, бронированные окна, то есть вы будете в полной защите. А также, что мне понравилось в нем отдельно то, что на первом этаже у него есть сауна, а в конце есть баня, но еще у дома есть хороший задний творог, где можно потусить и еще туда не сможет попасть в другой человек полностью закрытый. В доме есть еще очень много развлечений, но единственный его минус, который я нашел, это белые мраморные полы, почему это минус, потому что иногда это может немного слепить вас, но тут уже решайте сами. Дальше у нас идет дом, который стоит 10. Ноль 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 алмазов, тоже один из самых лучших домов, потому что у него уже целых три этажа, в нем есть очень много опять же развлечений и планировка у него чуть-чуть получше, чем у дома за 20 миллионов монет. В нем еще есть очень много комната, есть два питомца и уже спавнится 300 единиц, а еще на третьем этаже можно вот так вот взять и отстреливаться от врагов и при этом у него опять же бронированный первый этаж. Итоговая оценка этому дому 9 из 10. Ну и последним у нас идет дом за 50 миллионов. На первый взгляд это очень крутой дом, но на самом деле внутри он почти весь пустой, в нем почти ничего нет, а гараж у него настолько маленький, что туда еле-еле помещается две машины. Стоит ли его покупать, конечно нет, даже если у вас очень много денег, он все равно не стоит своих денег, потому что в нем всего два этажа, он опять же весь пустой, итоговая оценка ему 6 из 10. Подведя итоги могу сказать, что если у вас довольно много денег, вы спокойно можете купить дом за 20 миллионов и не пожалеете об этом, но если у вас денег поменьше, можете купить дом за 5 или 10 миллионов монет, они тоже за свои деньги. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем пока.